Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители в эфире программы «Геван». Я вас приветствую, редактор Наталья Сметанина и режиссер прямого эфира Екатерина Голикова и Николай Слепцов. Мы работаем в прямом эфире, можете присоединиться к нам по номерам 320066-321166. И сегодня я с радостью представляю гости нашей студии. Это Екатерина Афанасьевна Кривошапкина, заместитель председателя социально-ориентированной общественной организации Союза ВЭНов Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Екатерина Афанасьевна. Доброе утро. Екатерина Афанасьевна, я рада еще раз приветствовать вас. Год 2020 был сложный для всех. Естественно, хотелось бы узнать о том, как работала общественная организация Союза ВЭНов Республики Саха-Якутия в 2020 году, какие мероприятия были уже в 2021 году и что нас ожидает в будущем. Но вначале хотелось бы отметить, что организация как таковая с большой историей до Союза была Ассоциация ВЭНов Республики. Да, совершенно верно. Мы являемся преемниками Ассоциации ВЭНов Республики Саха-Якутия. Но как юридическая организация мы были зарегистрированы в марте 2015 года. Уже шесть лет прошло. Да, шесть лет мы работаем. В марте 2019 года прошел очередной съезд ВЭНов, на котором было избрано новое правление, новый состав правления нашего Союза. И с тех пор мы уже два года работаем в этом составе. Екатерина Фанасьевна, общественная организация сама по себе подразумевает то, что это добровольческое движение. То есть люди по зову сердца, души работают в свое свободное время, вкладывают усилия свои. Наверное, все-таки сложно. Насколько люди охотно откликаются на работу, на мероприятия? Безусловно, да. Это все, вся работа строится на общественных началах. И тем не менее, у нас очень много людей активных, людей, настоящих патриотов, которые ради сохранения, развития родного языка, традиционной культуры, вообще будущего нашего народа, думая об этом, все, в принципе, люди откликаются, с удовольствием работают. У нас есть давно уже сложившийся костяк, актив ВЭНов наших сородичей. Все они представляют разные УЛУСы, абсолютно практически все УЛУСы нашей республики. Ну и, в принципе, с большим желанием, с удовольствием работают в нашей организации. Одним из направлений работы Союза является работа с УЛУСными ассоциациями ВЭНов, как Вы уже отметили. Получается, что в УЛУСах тоже идет активная общественная работа. Какие наслегавые УЛУСы хотели бы отметить? Да, конечно, у нас 13 УЛУСов. Во всех этих 13 УЛУСах работают ячейки, ассоциации, общественные организации под руководством местных лидеров, председателей ассоциаций. Ну и, конечно же, мы с ними тоже всегда на связи, держим связь. И хотелось бы отметить, что во всех УЛУСах тоже люди довольно активно работают, проводят очень-очень много мероприятий, связанных с языками, культурой нашего народа, да и в целом коренных маячисленных народов Севера. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что есть очень активные, успешные организации в УЛУСах, которые вот давно уже работают. Это, допустим, как ассоциация коренных малочисленных народов Алаиховского УЛУСа, да? Да, Максим Ильич. Максим Ильич очень активно работает, постоянно с нами на связи. Когда он приезжает, тоже включается в работу нашей организации здесь, в городе, с удовольствием прямо. Это, конечно же, хотелось бы отметить Аймеконский УЛУС, а именно нашего активиста Ирину Христофоровну Винокурову, которая тоже всегда-всегда с большим удовольствием, желанием, она, значит, работает вот на ниве общественной деятельности. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, ну, в принципе, все наши организации очень хорошо работают. Это и Абыйский УЛУС, да, под руководством Аида Фанасьевна Скрябиной, это и Сибен Кёль, где председателем Ассоциации коренных младчисленных народов очень давно работает Афанасья Афанасьевича Степанов, ну и все наши УЛУСы, в принципе. Березовка. Березовка, Тампо, все, да, буквально все. Момский УЛУС тоже очень большие молодцы. В частности, вот Ассоциация Улахан-Чистайского наслега под руководством Иремия Ильича Садовникова. Вот буквально вчера тоже провели большое мероприятие, это ассоциация, наша ячейка, совместно с Ассоциацией коренных младчисленных народов Севера, презентацию книги о очень известном омском оленеводе. Екатерина Афанасьевна, общественная работа, это все-таки не только умственные, там, душевные порывы, движения, да, но это еще и финансы. Как в этом случае работает Ассоциация, общественные организации, Союз? Ну, как и все общественные организации, мы работаем благодаря грантовой деятельности, грант поддержки, субсидии, значит, министерта Арктики. Ну, и каждый год мы участвуем в конкурсах, значит, и, разумеется, значит, ежегодно мы планируем, вот какие мероприятия будем использовать. А теперь подробно тогда о мероприятиях 2020 года, да? Как год начинался у нас? Ну, 2020 год, конечно, как вы уже сказали, это очень трудный год в целом для всей нашей страны, да, для всего общества. Но, тем не менее, несмотря на то, что вот практически целый год прошел в условиях пандемии, конечно же, тем не менее, мы все-таки достаточно много работы провели, мероприятий провели. Это и мероприятия, значит, научного характера, да? Это и мероприятия, значит, культурно-массового характера. Ну, разумеется, все и вся у нас проводилась, так как говорится, в онлайн, через Zoom мероприятия. Ну, вообще, до пандемии мы 2020 год начали в связи с тем, что 2020 год для нас очень значимый, в том плане, что в 2020 году у нас прошли юбилеи наших, очень известных наших писателей, начиная от основоположника венской литературы Николая Исаевича Старобукина, да? Это и юбилей Платона Фанасьевича Степанова Ламутского, Андрея Васильевича Кривошапкина, ну, и в 2021 году это и Василия Спиридоновича Кемитинова Баргачана, Василия Фанасьевича Кемитинова Коэт-Коэт-Мэтты, ну, и других, Екатерина Петровна Захарова, тоже в 2021 году. Ну, 2020 год у нас прошел под эгидой юбилейных мероприятий. И буквально вот мы 2020 год начали, по-моему, с научно-практической конференции, которую организовал Институт национальных школ, но мы выступили в качестве соорганизаторов данной конференции. Конференция была посвящена юбилею, 50-летию деятельности нашего известного методиста у Ендины Платоновны Тарабукиной и ее 70-летию. Называлась она «Педагогика Севера». Значит, тоже приняли участие учителя родных языков. Это у нас мероприятие было в феврале 2020 года. Ну и далее мы юбилейный год, год столетия Платона Афанасьевича Ламутского начали с такого значимого для всех мероприятия, как встречи с династией, педагогической династией Степановых-Ламутских. Буквально мы его провели, буквально до пандемии успели провести. И пригласили потомков писателя, детей, внуков, правнуков. И провели его в Доме дружбы народов имени Алексея Лисеевича Кулаковского. Так что юбилейный год у нас начался вот с этого мероприятия. И, естественно, в марте месяце буквально на грани у нас прошел второй республиканский фестиваль хороводного танца «Гэдди». Это тоже очень большое мероприятие, тоже очень важное, очень значимое для всех вэнов, для всех коренных, многочисленных народов Севера. Потому что после долгого такого перерыва, наконец-то вот в марте месяце провели второй республиканский фестиваль эвенского хороводного танца «Гэдди». Ну, предыстория такова, что в целом, в принципе, с инициативой его проведения к нам вышла лусная ассоциация, а именно Улаханчистайская ассоциация коренных малочисленных народов во главе с Еремеем Ильичом Садовниковым. Ну, и, конечно же, и наш союз авэнов, и ассоциация коренных малочисленных народов Севера, и наши партнеры, соорганизаторы всех наших мероприятий в лице Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, Музей музыки и фольклора народов Якутии, они все поддержали, мы все поддержали, и решили вот в марте организовать вот это мероприятие. И буквально вот мы его организовали, и в последний день практически данного мероприятия как раз и объявили, как раз таки вот... Начало карантина, да. Начало карантина. И нам не удалось выйти с Хеджа на площади. На площади, да, последний день. Ну, само мероприятие, конечно, два дня мы провели в стенах Национальной библиотеки, в историческом зале прекрасном. И самое важное то, что приехали с Улусов люди. Наши запивалы, наши старейшины, те, которые... Среди них были те, которые очень давно не выезжали. И благодаря вот именно нашему сорганизатору Думу дружбы народов удалось вот этих людей вывезти сюда, в город Якутск. Да. Иван Петрович Слепсов, где Иван был. И, конечно же, Акулина Петровна Трайзе. Трайзе, да. Да, сегодня. Стоит на добру. Слово вспомнить. Спасибо, Катерина Фанасьевна. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. Встретимся через небольшую рекламу. Я с большим удовольствием приветствую наших слушателей эфире зрителей прямого эфира. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Можете присоединиться к нам по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. И сегодня у нас в студии Екатерина Фанасьевна Кривошапкина, заместитель председателя Союза Эвенов Республики Сахай-Якутия. Еще раз доброе утро, Екатерина Фанасьевна. Мы в первом блоке нашем говорили о большом мероприятии Втором республиканском фестивале «Хэджи», который прошел в марте 2020 года с большим успехом. Все были воодушевлены. Я два дня полностью тоже отработала на этом мероприятии. Хотела бы сегодня вспомнить организаторов, людей, которые всей душой и сердцем болеют за наше «Хэджи». В частности, это Акулина Петровна Трайзе, наши незабвенные, которые мы потеряли осенью этого года. Да, Акулина Петровна была, к сожалению большому, Акулина Петровна была таким светлым, хорошим, красивым человеком, который всей душой именно болел за культуру народа, эвенского народа, за наше «Хэджи». Была мелодистом, поэтом, членом союза писателей. Так что время такое сегодня, что мы теряем людей, которых должны были беречь изо всех сил. Да, к большому сожалению уходят наши старейшины, те, которые являлись знатоками родного языка, нашими воодушевителями, так сказать. Всегда они у нас как пример, те люди, которые действительно, вот как вы и сказали, люди с большой буквы, настоящие патриоты своего народа. И такой же вот была Акулина Петровна Трайзе. Эдуард Прокопьевич Клепичин нашел у нас тоже огромную потерю. Потеря для всего нашего народа, для всех коренных малочисленных народов Севера. Потому что это люди-глыбы, которых все знали, во-первых, благодаря их деятельности. И они очень многое сделали, на самом деле, для своего народа, вообще для коренных малочисленных народов Севера. Они пропагандировали родной язык, культуру традиционную. Они очень много создали, так сказать, да, очень много создали вот и песен, и стихов. Акулина Петровна была также и, значит, тем человеком, который постоянно принимал участие и в выставках декоративно-прикладном. Мастериц. Да, мастериц. И вообще, безусловно, ни одно мероприятие не обходилось без Акулины Петровны Трайзе. Да. И думаю, что память о наших светлых людях останется в наших сердцах. И молодежь будет следовать примеру их жизни, работать, работать. И, естественно, мы должны сохранить остатки. Те крупицы, которые дошли до нас в полной мере, это и фиксация песен, звуков, речи военской, чтобы в будущем наши дети могли правильно разговаривать на родном языке. Да, совершенно правильно. Поэтому именно с этой целью мы и организовали вот это вот наше мероприятие по сохранению, значит, нашего наследия, а именно, значит, ГЭДЖЕ. И с этой целью мы и дальше будем работать в этом плане, фиксировать материал по ГЭДЖЕ. Если говорить о продолжении нашей работы, то буквально вот мы и в этом году продолжили нашу работу по фиксации материалов по эвенскому хороводному круговому танцу ГЭДЖЕ, да? И с этой целью... Извиняюсь, Катерина Фанасьевна, у нас телефон. Алло. Звонок. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Я хочу спросить, численность малочисленных народов, жителей севера Якутов, этих малочисленных народов, как можно увеличить? Или как? На этот вопрос, какие работы идут? Спасибо большое за вопрос. Да, численно, чтобы увеличить, для этого очень много делается главой нашей страны Путином. Это и выплаты материнского капитала, да, и поощрения. И у нас, и Илдарханом, и главой республики тоже поддерживается программа материнства. Ну, большая, кстати, да, вопрос очень такой интересный. На самом деле, проблема того, что очень много молодых людей, одинокие, которые, оленеводы работают в стадах, у них нет возможности выезжать, чтобы создавать семьи девушек. Надо, конечно, пропагандировать, чтобы выходили замуж и работали с мужьями. Ну, для этого нашими депутатами тоже очень много делается. Это и закон о кочевой семье, и закон о кочевой школе, и о родовое общение. Так что, думаю, это дело за самими людьми. Да, совершенно правильно. Это не секрет, это есть проблема. Ну, наши наследства тоже, ну, тоже вот всегда периодически говорят об этом, да, но также приветствуются те мероприятия, совместные мероприятия. Вот раньше очень много, особенно в советское время, в районы ездили друг к другу на мероприятия, организовывали мероприятия, даже слёта оленеводов те же, да, ездили то в одном районе, то в другом, значит, ездили. И вот последние годы в Якутске организовывали, съезжаются оленеводы. Вот это, на самом деле, эти мероприятия, прекрасная возможность познакомиться с молодым людям друг с другом. И, на самом деле, было бы отрадно, если бы побольше, на самом деле, таких мероприятий проводилось. Вот, чтобы люди, да, встречались, виделись, не только обменивались опытом, вот, в области... Ну, и могли познакомиться, да? Да, познакомиться. Для этого наши венеки тоже проводятся, чтобы молодёжь общалась, встречалась. Да, встречалась. Это тоже наследие наших предков, потому что они мудрые раз в год обязательно встречались после зимы. И как раз создавали семьи. Да, брачные... Присматривались друг к другу молодые люди именно во время эвенского традиционного венека, праздника, встречи лета, да, солнца. И когда съезжались эвенские роды, то, конечно же, все так тихонечко присматривались друг к другу. И именно вот Эвенек служил тем самым, ну, с наших позиций, мероприятием, тем самым источником создания, значит, вот, новых семей, эвенских семей. Угу. Не секрет, что в небольших северных посёлках все приходятся друг к другу родственниками в той или иной мере. И поэтому есть большая угроза близкородственных браков. Это тоже не все хорошо. Поэтому вот эту работу, видимо, Союзу тоже надо усилить в этом направлении. Не только вот на Эвенеке, допустим, да, а выездные мероприятия проводить, чтобы могли, допустим, те же оленеводы Момского района приехать, девушки, парни приехать, Себян-Кёль или Себян-Кёль, Стополина и Берёзовку. По всем нашим местам. Ну, очень далёкие расстояния у нас. Но, к сожалению, да, всё финансово упирается. Упирается в деньги. И сегодня такие мероприятия, к сожалению, проводятся очень реже. Всё реже, реже, реже. Ну, посредством социальных сетей миссионеров можно ещё воспользоваться, этот пробел закрыть. Я как-то, когда работала в правлении Союза, тоже писала к камчатским нашим коллегам Эвенам, что нам нужны девушки Эвенки качующие. В ответ мне ответили, что им тоже нужны девушки Эвенки. Ну, пример таких мероприятий, конечно же, есть в своё время, буквально несколько лет назад. Из пример Себян-Кёля и Тополинова, да? Да. Есть примеры создания семей, где и в Тополином есть такие семьи, и в Себяне есть семья, семьи тоже. Когда вот именно благодаря таким выездным мероприятиям людям, именно оленеводам, удалось создать семьи. И вот кто-то работает, действительно, вот качует в стадии, вот, допустим, в Себян-Кёле, в стадии номер 9, есть семья, которая вот благодаря этому мероприятию, так сказать, появилась уже многодетная. Да, старший сын уже школу скоро закончит. Да, и Григорий и Анастасия Кривошапкины. Молодцы, они лучшая качевая семья были, да. Так что этот вопрос остаётся на заметке, он всё время есть. Будем увеличивать численность Эвенов и других народов. Екатерина Анастасия, раз мы говорим о нашем традиционном празднике Эвенек, встрече Нового года, который проходит в июне в городе Якутске и во всех населённых пунктах, где живут Эвены, в 2020 году у нас не было возможности его провести. В связи с пандемией, конечно, не было. Ой, звонок. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Екатерина Анастасия ответит на этот вопрос. Есть такая вот практика, там, земский доктор и так далее, а вот есть такая программа «Арктический оленевод». Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Но, к сожалению, именно вот такой программы «Арктический оленевод», как вот вы спросили, такой вот программы нет. Но есть… Учитель Арктики. Учитель Арктики, да, программа. Но что касается оленеводов, ну, именно вот, подобно земскому доктору, именно такой нет. Ну, скорее всего, я очень надеюсь, что такую программу сделают. К нам приходил на эфир заместитель министра Арктики Михаила Александрович. Видимо, об этом они уже думают, видимо. Сейчас работает программа «Молодой оленевод» по жилищным вопросам. Но по «Арктическому оленеводу» пока сведений нет. Спасибо за вопрос. Екатерина Анастасия, Так как Венек очень много объединяет, в этом году, как я уже ранее начала говорить, мы лишились этого праздника. И поэтому ощущение, что как бы год он незавершенный был, очень странный был. Абсолютно верно. Потому что мы не прошли положенные обряды, которые мы обычно в это время всегда проходим. Не было Исыха, также и на Исхатыни мы не встречались. В этом году, я надеюсь, будет, да, праздник? Да, мы надеемся, конечно же, очень надеемся, что наконец-то мы проведем наш традиционный праздник. И Венек, как и всегда раньше проводили, только вот в связи с пандемией, получилось так, что никаких вообще мероприятий, праздников не было, да. И, конечно, вот как вы уже сказали, мы все с нетерпением ждем наше Венек, потому что это встреча всех наших сородичей, всех родов, венских родов, всех представителей УЛУСов нашей республики. Объединяющий праздник. Спасибо. Здравствуйте, Екатерина Афанасьевна Кривошапкина. Добрый день. Добрый день еще раз. Екатерина Афанасьевна, все-таки, несмотря на карантин, на пандемию, мероприятия шли полным ходом, но уже в новом таком интересном формате, который мы полностью уже освоили сегодня все жители страны. Это зум-конференции по интернету, в социальных сетях. И, естественно, с осени, с начала сезона наша работа продолжилась в общественной организации. Да, продолжилась. Мы вот с осени этого года вообще провели две больших научно-практических конференции. Эти конференции были связаны с юбилеями наших писателей. Во-первых, в октябре месяце, 27-28 октября, мы организовали и провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 80-летию нашего венского писателя, народного писателя Андрея Васильевича Кривошапкина. Эвенду камганго тарандули. И эта конференция прошла масштабно, очень много было участников. Нужно сказать, что практически все наши учителя, в основном учителя родных языков, литературы, все с удовольствием приняли участие в данной конференции. Было много участников студентов, магистрантов Северо-Восточного федерального университета, так как наш университет тоже является одним из наших партнеров, сорганизаторов всех мероприятий. И, конечно же, вот эта конференция была первой конференцией, которую мы практически сами организовали, сами инициировали и сами организовали. И эта конференция показала, что наши сородичи, в первую очередь я говорю об учителях, о педагогах, в том числе дошкольных учреждений, у них есть огромный опыт, в том числе и в области исследовательской такой работы. Оказывается, наши педагоги, наши воспитатели, учителя достаточно много внимания уделяют данному направлению работы. Ну и, конечно же, они делились своим педагогическим опытом, методическими какими-то наработками своей деятельности. И это очень отрадно, это очень нас радует. То, что вот есть такой интерес, интерес вот в целом, именно вот в том числе вот к тематике, связанной с обучением в области литературы, литературного образования, вот очень много было, очень много интересных работ поступило по творчеству Андрея Васильевича Кривошапкина. Очень интересные работы были, так что мы, в принципе, очень довольны, что получили такой отклик. Радует то, что наши конференции имеют все больше прикладной характер. То есть каждую работу можно использовать или в научной работе, или в своей работе. Думаю, что по результатам конференции выйдет сборник. Да, сборник уже практически готов. И вот мы ждем, когда вот, в принципе, он собрали, его отредактировали, и в ближайшем будущем он выйдет. Так что, в целом, вот эта работа у нас также продолжилась в этом году. И, опять же, вот в связи с юбилеем другого нашего писателя, да, поэта Василия Спиридоновича Кемитинова-Баргачана, мы также решили инициировать и также решили провести конференцию, научно-практическую конференцию, опять же, всероссийского уровня, но с международным участием. И мы его провели вот буквально вот 19-го, 20-го февраля этого года. Тоже конференция прошла в формате зум-конференции в онлайн, да. Участников тоже было более 70 участников, приняло участие. И приняла участие дочь писателя Василия Спиридоновича, Ольга Васильевна Ултургашева, доктор филологии и антропологии, профессора Манчестерского университета. И приняли исследователей из Аляскинского университета также нашей конференции. Приняли участие представители, конечно же, Института имени Герцена из Санкт-Петербурга, наши постоянные тоже участники всех наших мероприятий. И с Московского института родных языков также приняли участие, конечно, наши учителя, педагоги образовательных учреждений, учреждений дошкольного образования. В общем-то, практически вот есть люди, которые постоянно являются участниками научно-практических конференций, да. И есть очень много студентов, которые с большим желанием принимают участие, спрашивают, когда следующая конференция, мы обязательно примем участие. В общем, и опять же поступило очень много работ. Это работало три секции. Первая секция была посвящена творчеству Василия Спиридоновича Гееметинова-Баргачана. Вторая секция у нас была посвящена актуальным вопросам образования коренных малочисленных народов Севера. И третья секция была посвящена актуальным вопросам сохранения и развития родного языка, культуры коренных малочисленных народов Севера. Ну и, конечно же, очень активно приняли участие сотрудники Института родных языков из нашего города. Ну и, конечно, сотрудники Института проблем малочисленных народов Севера, Египта, МНС, Сура. — Екатерина Фанасьевна, в продолжении темы хочу спросить у вас о том мероприятии, которое с большим успехом прошло в нашем Ламанхинском наследии, в поселке Себян-Кюль. Это кочущий фестиваль кургового танца Гэдди. Наши писатели Андрей Васильевич и Василий Спиридонович, они родом из этого небольшого поселка, отдаленного такого. И сегодня надо сказать, что именно Себян-Кюль является чуть ли не единственным местом, единственным гнездом, где язык сохранился и используется в полной мере и в жизни, и в бытовой среде. Поэтому большое-огромное спасибо всем нашим себянцам. — Да, конечно же, безусловно. Огромное спасибо, прежде всего, за то, что сохраняют свой родной язык, развивают язык, культуру, традиционные отрасли народов Севера. Ну, надо сказать, что мы в целом продолжаем нашу работу по сохранению, развитию традиционной культуры. Ну, в частности, вот как я уже рассказывала, мы много внимания уделяем круговому танцу Гэдди. И в продолжение нашей прошлогодней работы мы в этом году решили провести уже кочующий фестиваль, в отличие от прошлого года. И решили выехать как раз именно в село Себян-Кюль для того, чтобы собрать материалы, зафиксировать материалы по Гэдди. Ну, и мы очень довольны тем, что мы выбрали это село и съездили, значит, много отработали, провели семинар по традиционному Гэдди. С нами ездил, ездили члены Эвенского этнофольклорного ансамбля Долгонча, руководитель Зинаида Платоновна Никулина, да. И вот они провели мастер-класс по традиционному Гэдди, показали разновидности Гэдди, да. И, конечно же, мы посмотрели выступления, организовали конкурс Гэдди и посмотрели выступления участников. А участники были вот начиная с садовского возраста, заканчивая взрослыми. И мы открыли очень много новых имён, новых запевал. Действительно, Сибен-Кюль — это место компактного проживания, где вот живут очень-очень талантливые люди. Буквально вот каждый третий является человеком, который, творческим человеком, который пишет и стихи, является мелодистом, да. Вот очень много запевал Гэдди. Радует то, что дети есть. Очень много детей, которые прекрасно, вот, являются прекрасными уже запевалами Гэдди. Екатерина Фанасьевна, а практика кочующего фестиваля, она будет продолжена? Да. Мы намерены продолжать эту работу именно вот кочующего фестиваля и намерены охватить тоже другие улусы, другие наслега. У нас это в планах есть. В этом году планируете что-нибудь? Да. Мы планируем, буквально вот в июле, планируем выезд уже в Момский улус, в Лохан-Чистай. Тоже вот по этому направлению. По кочущему фестивалю? Да. И о работе, которая намечена на этот год. Надеюсь, все пойдет по плану. И наши традиционные календарные праздники мы отметим. Это Айангамялани и Эвенен. Эвенен, да. Спасибо большое, Екатерина Афанасьевна, за беседу. Будем еще в эфире встречаться чаще. Так, джентэкэн. Спасибо. Джентэкэн, ага. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Айман. Субтитры сделал DimaTorzok